Субтитры подогнал «Симон» Вторая мировая война в цвете Советское наступление Лето 1943 года Войска Гитлера отступают по всему Восточному фронту Мощные удары советской артиллерии и танков Рвут немецкую оборону в клочья Теперь Гитлеру приходится воевать на два фронта В Западной Европе и его южному флангу угрожают англо-американские войска, идущие через Италию Немцы вынуждены перебросить с Восточного фронта часть своих элитных войск Линия немецкой обороны на Востоке истончена В этот момент советская военная машина с чудовищной силой обрушивается на измученных немецких солдат Советский лидер Иосиф Сталин воспользовался случаем, чтобы перейти в ответное наступление К началу августа 1943 года Красная Армия освободила оккупированные немцами города Орел и Белгород Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу Смерть фашистским оккупантам, провозгласил вождь советского народа С этого момента Гитлер стал принимать личное участие в утверждении наиболее важных решений, связанных с введением военных действий Это немедленно отразилось на фашистских войсках, занимавших Харьков, стратегически важный пункт Советская армия приближается к городу с трех сторон Немецкий командующий Эрик фон Манштейн приказывает начать тактическое отступление Гитлер немедленно отменяет этот приказ Харьков нужно удержать любой ценой Гитлер не допускал действий ведущих к потере Лебенсраум, земель, которые, по его мнению, увеличат мощь Германии И не менее сильна была его вера в то, что Германия победит не в силу численного преимущества, а за счет чистой воли к победе И немцы засели в окопах Поначалу план Гитлера казался успешным В течение нескольких дней немцам удавалось отбивать атаки советских войск Было уничтожено более 300 советских танков Т-34 Но в конце августа 43-го года немцы сдали свои позиции И тогда Манштейн пошел против воли фюрера Он приказал своим людям отходить На следующий день на развалины Харька выступила Красная Армия Это стало начало массированного советского наступления Фронт которого растянулся на 2400 километров От Ростова на юге До Смоленска на севере Прорыв советской армии на южной оконечности фронта Близ Ростова поставил под угрозу немецких солдат, оказавшихся в Крыму Манштейн вновь попросил разрешения отступить Однако ответ Гитлера гласил Ничего не предпринимайте, я приеду сам Но он так и не приехал Немецкая армия была вынуждена хаотично отступать в самый последний момент Отступление осложняли отряды закаленных в боях советских партизан Многие из них были солдатами, отрезанными от Красной Армии Оказавшимися во вражеском тылу Теперь они устраивали засады на отступающих немцев Перерезали линии их коммуникаций и снабжения Немцы отвечали жестокими расправами Против гражданского населения проводились кровавые карательные операции Немцы оставляли за собой шлейф выжженной земли Взрывалось все Заводы, электростанции, железные дороги и мосты Была разрушена огромная плотина гидроэлектростанций Снабжавшей электроэнергией всю Украину В это время в центральной части линии фронта немцы отступили к берегам реки Днепр Отступая, они взорвали остальные мосты, превратив реку в мощный оборонительный рубеж После этого они окопались на западном берегу В ответ Сталин пообещал высшую награду Советского Союза тому солдату Красной Армии, который первым пересечет реку В начале осени 43-го года Советам удалось захватить несколько плацдармов на контролируемом немцами западном берегу При этом советские солдаты столкнулись с ожесточенным немецким сопротивлением Битва на берегах Днепра длилась весь октябрь 43-го года Наконец, в начале ноября советские войска захватили Киев Немцы были выбиты со своих оборонительных позиций вдоль всей реки и продолжили отступать на запад К концу 43-го года Красная Армия практически освободила от немцев исторические земли России Теперь она продвигалась на запад по территории Украины Впереди лежала Европа Весне 44-го года войска Гитлера отступали по всему Украинскому фронту Теперь в распоряжении советских лидеров прибавилось и людей, и вооружение У немцев было два отличных танка Тигр-1 и Т-5 «Пантера» Оба прекрасно подходили для тактики мобильной обороны, которая оставалась единственной надеждой немецкой армии на Восточном фронте Красная Армия, большую часть которой составляли Т-34, обладала почти двукратным преимуществом в танках А сибирские заводы продолжали выпускать по две тысячи танков в месяц В то время как Гитлер был вынужден вести войну на два фронта, военная машина Сталина набирала обороты Шести миллионам советских солдат противостояло менее трех миллионов немцев В начале января 1944 года войска 1-го Украинского фронта вышли с севера к занятому немцами городу Хорсунь Этот опорный пункт немцев был последним в их оборонной линии вдоль Днепра Через 12 дней с юга подошли войска 2-го Украинского фронта Наступление развивалось по тщательно спланированной советской схеме Во-первых, численное преимущество было подавляющим Немцы даже не знали, с какой стороны ожидать первой атаки И тут грянула разрушительная артиллерийская подготовка Затем массовое наступление советских танков пробило дыру в немецкой обороне И, наконец, пошла пехота В Корсу не стало очевидно, что немцы будут легко отброшены Немецкий командующий, фельдмаршал Эрих фон Манштейн, вылетел в ставку Гитлера в Восточной Пруссии, чтобы еще раз попросить разрешения отступить Но Гитлер снова отказал Спустя неделю ожесточенных боев 60 тысяч человек были пойманы в так называемый Корсуньский мешок В СССР это назвали маленьким Сталинградом Немецкие войска сделали попытку разорвать окружение Но советская армия была к этому готова Танки Т-34 и казацкая конница атаковали немцев при любой попытке вырваться Сражение длилось два дня В том времени, когда Корсунь пала, немцы потеряли 30 тысяч человек Теперь Красная Армия на полной скорости продвигалась вперед Такое продвижение стало возможным благодаря огромному количеству снабжавших Красную Армию грузовиков Большую часть которых поставляли Соединенные Штаты Двигались они куда быстрее лошадей, на которых все еще полагались немцы Кроме того, у советских войск было и воздушное превосходство Люфтваффе, военно-воздушные силы Германии Играли огромную роль в наступлениях Но Гитлер был вынужден отозвать массу самолетов На защиту собственных земель от американских и британских бомбардировщиков В результате численное преимущество советских самолетов составило 5 к 1 Советские штурмовики производили опустошающие налеты на немецкую бронетехнику и колонны снабжения Но Гитлер по-прежнему отказывался признать поражение И вынашивал все новые планы касательно политики неотступления Он отдал своим войскам приказ о создании укрепленных пунктов Их предписывалось защищать любой ценой Укрепленный пункт разрешалось оставлять только с личного разрешения Гитлера Эта отчаянная мера дорого обошлась немцам Новая стратегия впервые была испытана неподалеку от украинского городка Каменца-Подольского 20 немецких танковых дивизий оказались отрезаны от армии Но Гитлер объявил это укрепленным районом и отказался дать разрешение к отступлению В преддверии жестокого сражения между Гитлером и Манштейном Понимавшим, к чему это приведет Разгорелся яростный спор Десять дней спустя около 200 тысяч солдат 1-й танковой армии благополучно достигли немецких оборонительных рубежей 160 километров к западу Однако большая часть тяжелого вооружения и снаряжения была потеряна Гитлер не собирался больше потакать просьбам Манштейна об отступлении Фельдмаршал был отправлен в отставку Южнее немцы сделали попытку удержать советские войска от продвижения на реке Южный Буг Они потерпели поражение, в результате чего большое количество немцев оказалось отрезанным в тылу советских войск в Черноморском порту Одесса В начале апреля 1944 года Гитлер объявил этот район укрепленным пунктом Но немецкие войска проигнорировали его приказ и ушли из города Несколькими днями позже, 10 апреля, Одесса была освобождена Сталин побеждал на всех фронтах Теперь ему представился случай заняться городом на севере, который на протяжении долгого времени страдал от нацистской блокады К началу 1944 года Ленинград уже почти два с половиной года находился в кольце блокады немецких войск В первую зиму от голода умерло почти полмиллиона человек Добровольцы тушили пожары и возводили защитные укрепления Но к 1944 году жизнь в городе стала практически невозможной Несколько попыток освобождения Ленинграда провалились Во время одной из попыток в 1942 году 50 тысяч солдат 2-й ударной армии были захвачены в плен В 1943 году удалось наладить поставки в город Но даже после этого на протяжении всего 1943 года ежемесячно от холода, голода и болезней гибли по 20 тысяч жителей В январе 1944 года, когда немцы начали свое отступление, Сталин наконец задумался о судьбе города Советские войска тайно проникли на близлежащий полуостров под Ораниенбаумом Атака немецких позиций началась с 65-минутной артиллерийской подготовки После этого советские войска прорвали немецкую линию фронта Тем временем другая советская группировка атаковала немецкие позиции на северо-востоке Ленинграда И тоже прорвалась через вражескую линию Немецкий командующий Георг фон Кюхлер продержался три дня Наконец он попросил у Гитлера разрешения отступить Гитлер, как всегда, отказал Кюхлер доказывал фюреру, что только спешное отступление может спасти его армию от полного уничтожения Гитлер отправил его в отставку Его заменил генерал Вальтер Модель Известный как пожарный Гитлера, отчаянно преданный ему ярый нацист Но даже для Моделя опасность была очевидной Он ослушался Гитлера и отступил За два с половиной года блокады погибли около миллиона жителей Ленинграда И вот, наконец, блокада снята Город охватило всеобщее ликование Реакция последовала и в соседней прогерманской Финляндии Там боялись советского вторжения Поэтому в марте 44-го года секретная финская делегация Прибыла в Москву для обсуждения условий мирного соглашения Сталин выставил жесткие условия Он потребовал область Питсамо на самом севере Финляндии Регион, богатый никелем, который используется для производства различных сплавов Он также потребовал репараций в размере 600 миллионов долларов Финны отказались и начали готовиться к советскому вторжению Но разбирательство с финнами можно было отложить Сейчас у Ставки Верховного командования Советской Армии Были срочные дела на юге В ходе наступления Красной Армии в Украине в конце 43-го года 120 тысяч немецких солдат оказались в ловушке в Крыму Гитлер, как всегда, запретил им отступать Теперь они беспомощно ожидали расправы советской армии Расправа последовала в начале апреля, спустя два месяца после снятия блокады Ленинграда Войска 4-го Украинского фронта вторглись в Крым с севера Одновременно на восточной стороне полуострова было начато ложное наступление Менее чем за день войска стран ОСИ на западе сдались Они отступили к порту Севастополь И Гитлер приказал удерживать крепость Севастополя до последнего человека У них не было ни единого шанса Через две недели осады германские войска были эвакуированы морем 40 тысячам солдат удалось спастись Но около 30 тысяч все еще оставались в порту Они отступили к побережью, к югу от города В надежде, что их вывезут немецкие суда Но этого не произошло Эвакуация была сорвана советским артобстрелом Через три дня немцы сдались в плен В то время далеко на северо-западе страны Немцам все еще удавалось удерживать территорию Которая сегодня входит в состав Белоруссии Однако Красная Армия захватила огромные участки территории Польши и Румынии Немцам приходилось оборонять фронт протяженностью в 2200 километров Находясь в меньшинстве По логике вещей, немцам следовало отступить на более выгодные оборонительные позиции Но Гитлер, одержимый жаждой территориальных захватов, запретил дальнейшее отступление Немецким солдатам по-прежнему приходилось расплачиваться за утопические амбиции своего фюрера В весне 1944 года войска Гитлера были растянуты до предела Весь Восточный фронт отчаянно нуждался в подкреплениях Верховному командованию Германии необходимо было решить Где расположить свои скудные ресурсы, чтобы извлечь наибольшую пользу Немецкая разведка предположила, что следующее наступление Красной Армии произойдет в Беларуси Но Гитлер не согласился с этим Он был уверен, что Сталин ударит в южном направлении, чтобы захватить нефтяные месторождения Румынии Оба мнения оказались ошибочными В начале лета командование Красной Армии наконец обратило свой взор на Финляндию Атака советских войск началась с Карельского перешейка После двухдневного боя финны были вынуждены отступить На протяжении всего следующего месяца Красная Армия продолжала медленно продвигаться на север К августу 1944 года все было окончено и финны запросили мира Именно тогда Сталин впервые применил стратегию Впоследствии неоднократно применяемую по всей Европе Он захватил территорию В данном случае финскую Карелию и богатый никелем регион Петсамо Теперь внимание Сталина переключилось на Центральную Европу Летом 1944 года он начал операцию Багратио Названную так в честь русского генерала времен наполеоновских войн 22 июня в 5 часов утра спустя 3 года после вторжения Гитлера на территории Советского Союза Советская артиллерия начала массированный обстрел немецких войск находившихся на территории современной Беларуси Именно такой сценарий немецкая разведка предсказывала месяцем ранее Но поскольку Гитлер проигнорировал предупреждение этот район был слабо защищен Это было очередной его ошибкой Немцев били на протяжении всех 560 километров фронта На некоторых участках концентрация советских орудий достигала 400 стволов на полтора километра Как обычно за огненным валом на немецкие позиции ворвалась советская пехота в сопровождении танков У немцев почти не было поддержки с воздуха, что усугубляло их ситуацию Большая часть сил люфтваффы была занята защитой территории Германии Именно теперь стало очевидно, что решение Гитлера воевать на два фронта было безумие Советские ВВС почти не встречали сопротивления Советские самолеты наносили удары глубоко в немецком тылу, перерезая линии коммуникаций и уничтожая подкрепление Немецкие танки были отброшены в течение 36 часов Немецкая группировка из 50 тысяч человек находилась под угрозой окружения в оккупированном и Межевитебске Вначале Гитлер, как обычно, запретил отступление Когда на следующий день он передумал, большую часть его войск было уже не спасти Через 4 дня Витебск пал 20 тысяч нацистских солдат было убито, еще 10 тысяч взято в плен То же самое повторилось по всему Белорусскому фронту В ярости Гитлер отправил в отставку фельдмаршала Эрнста Буша И снова бросил на этот участок своего любимчика, фельдмаршала Вальтера Моделя Но это не помогло Немцы отдавали город за городом Теперь под угрозой захвата оказался Минск Через 2 дня Красная Армия окружила его Более 100 тысяч немецких солдат попали в ловушку Они были расстреляны советской артиллерией Выжившие немцы сдались через неделю Теперь Советский Союз нацелился на прибалтийские государства Первое пало столицы Литвы – Вильнюс Немцы отступали по всему Восточному фронту Они оставляли за собой развалины на месте городов и деревень А также учиняли жестокие расправы над местным населением Красная Армия не была готова к тому, с чем ей пришлось столкнуться 23 июля 1944 года советские войска достигли маленькой польской деревеньки Майденек под Люблином Здесь они нашли страшные свидетельства преступлений Гитлера Майденек был лагерем смерти Этот лагерь был создан для уничтожения евреев буквально в промышленных масштабах Но как только первые советские отчеты об обнаруженном в Майденеке просочились наружу Западные союзники их засекретили Спустя три дня после захвата Майдана Косоветские войска подошли к Варшаве Но здесь Красная Армия остановилась Похоже, Сталин делал то, что до него делал Гитлер Он захватывал жизненное пространство Для коммунизма К лету 1944 года в ходе операции «Багратион» Немецкая армия на Востоке была уничтожена Более 300 тысяч солдат оси погибли 150 тысяч были взяты в плен Красная Армия остановилась и заняла оборонительные позиции вдоль реки Висла к югу от Варшавы Однако Сталин не спешил завершать войну Суматоха, царящая в Европе, подготовила благодатную почву для распространения коммунизма Поляки пали первыми жертвами политических планов Сталина 1 августа 1944 года польская армия подняла восстание против нацистских оккупантов в Варшаве Но они отчаянно нуждались в помощи Красная Армия, расположившаяся южнее, легко могла ее предоставить Но Сталин посчитал, что польская армия поддерживает польское правительство в изгнании А следовательно, враждебно настроена по отношению к коммунизму Он закрыл глаза на бедственное положение польских борцов за свободу Восстание было подавлено с ужасающей жестокостью Немцы оставались в Польше, пока, наконец, советская армия не выбила их в январе 1945 года Это стало началом осуществления Великого Плана Советов по введению коммунизма на большей части Восточной Европы На севере части Красной Армии продолжали вытеснять немцев с территории прибалтийских государств Позднее они также вошли в состав Советского Союза Около 200 тысяч немецких солдат оказались запертыми во вражеском тылу неподалеку от столицы Латвии, Риги Но Гитлер по-прежнему держался за свое жизненное пространство и отказывался одобрить отступление Но, несмотря на это, немецкие войска были постепенно вытеснены к побережью Балтийского моря В середине октября 1944 года немцы были вытеснены в Курзаме к западу от Риги В таком положении они оставались до самого конца войны, когда, наконец, сдались советским солдатам В это время Сталин нацелился на новые территории в Восточной Европе Он мог пойти прямо на запад в направлении Германии Но вместо этого части Красной Армии повернули на юг и прошли по территории Балкана В конце августа 1944-го почти миллион солдат в сопровождении 1500 танков вторглись в Румынию У оборонявшихся войск оси оставалось лишь 400 танков и 800 тысяч пехотинцев Прогерманские и румынские войска сдались практически сразу по всей длине фронта Тремя днями позже большая группировка немецких войск попала в окружение под Кишиневом Гитлер издал свой обычный приказ Ни шагу назад Ожесточенное сражение длилось 9 дней Более 180 тысяч немецких солдат погибли или были взяты в плен Уцелевшие отступили В конце августа был арестован прогерманский диктатор в Румынии Ион Антонеску Румыния капитулировала К концу месяца Красная армия уже вошла в Бухарест и захватила стратегически важные нефтяные месторождения Румынии Германия потеряла свой главный источник нефти Теперь три советские армии продвигались на юг, в Болгарию Болгария старалась сохранить нейтралитет, но вскоре и она была поглощена Советской империей В то же время оставшиеся советские войска двинулись на запад в направлении Югославии На юге, в Греции, немецкие солдаты оказались под угрозой окружения Они начали спешное отступление через Албанию и Южную Югославию На протяжении всего пути их преследовали албанские и югославские партизаны В середине октября 1944 года Красная армия достигла столицы Югославии, Белграда И только после этого она начала двигаться на северо-запад в направлении Венгрии и Германии Немецкие подкрепления вошли в Венгрию, чтобы поддержать пронацистское и марионеточное правительство Но Красную армию было не остановить Спустя 8 недель Будапешт оказался в осаде Через 6 недель осады прогерманское правительство прекратило свое существование К концу 1944 года большая часть Восточной Европы была в распоряжении Сталина Его войска контролировали прибалтийские государства и Польшу, а также Румынию и Болгарию Просоветские силы руководили Югославией и Албанией Теперь он нацелился на Венгрию и Чехословакию Сталину удалось заложить основу для будущего советского блока Тогда, наконец, он мог двинуться на Германию Однако на Западе силы союзников также приближались к границам Германии Началась международная гонка взятия Берлина Программа к показу подготовлена компанией SDI Media Group Перевод Анны Заславской Текст читал Роман Антонович Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok